спасает от бэтрайдера ну то есть в принципе пик хороший единственная легкая жадность потому что очень мало я ну то что защищает от крипов то есть если нюби пойдут пушить как они это делают 90 процентов игр вот своей толпой то откидываться реально может только один разор и эмбер спирит ну и то эмбер спирит на ранней стадии крипов он слабо бьет ну это да то есть сейчас у нас навис стоит перед супер ультра лейт-геймом в котором наверное все пять героев изничтожают и у нюби это во первых а во вторых мы понимаем что как бы тут линии очень важны линии вот дэнди в миде вот против кого он будет стоять будет ли это войд будет ли это бэтрайдер или будет ли это вот сейчас герой для мол но нужен герой который вант импларкет очень крутой нужен нужен герой который не бьет суки потому что у эмбера проблемы а бар берут венгу импайр все я уже может может закрывать стрим импайр там пацаны просто взяли все свои тебе сол берстов которого на и вчера и тембер соу который довольно неприятный пока если посмотреть по игре тиммер соу здесь он так себе огромное количество героев что-то бегает прыгает включает бкбшки и он их ну не сильно пробирает и мир спирит вообще ведет дистанционную войну единственное вот в чем плюс это то что он может вначале очень хорошо себя показать из-за того что есть жадный суппорт энигма который 90 процентов игры идет в лес то тиммер будет стать 1 2 1 2 он стоит более-менее не винга его особо не будет гонять али ну что же всем привет спасибо огромное пятом а в нашей студии дреду соло и несу и факеру конечно же за чудесные превью и за аналитику ну и мы начинаем матч двадцать восьмого тура играет между собой нави и ньюби привет всем кто нас начал видеть на твиче прямо сейчас к кому мы сейчас подключились всем отдельный привет смотрят на dota 2 ком ну и так конечно же в dota tv 8 7 7 у нави 8 7 у ньюби 76 у нави начинается двадцать восьмой тур турнира три тура до конца и все самое интересное начинается прямо сейчас давайте смотреть ньюби против нави студии вилат и light of heaven и мы смотрим эту игру параллельно конечно же посматривая на другие матчи если вы не хотите знать результаты параллельных матчей если вы один наверное стреляр до людей который которому не интересно что происходит параллельно то я могу вам сказать ну не знаю слушайте без звука или как потому что понятное дело что три тур до конца последний день и сейчас важен абсолютно каждый матч который идет параллельно и мы будем за ними следить и так мы у играет нас на тимбере это соло мид тимбер и на выбор против айма спирита а больно бьет и сильно режет его да и это действительно очень интересно к сяуэйт пойдет сложную на бэтрайдере пойдет хао в легкой форме смотри парт разбивает банана и компания вот очень неплохо сейчас все сделали и в итоге самого начала игры они получают контроль над нижней руной ну готовы ли нави к этому если здесь укроки нет укроки нету ничего укроки есть все навсего тапок и понимаем и что варт вот здесь не разбить и вот этот вот варт закроет спал это проблема уже для пупея самом начале игры уже ньюби устраивают немножечко проблем в лесу команды нави ну и бэтрайдер будет чувствовать себя спокойнее потому что у него вижен у него будут подходы ближайшие на центре варды появится у на вине скоро в центре соло войд все-таки это соло войд против дэнди все-таки у нас уходит тимбер в легкую и перебегает вниз сейчас банана вместе с саншенком ньюби по-моему себя сейчас перемудрили если бы они поставили в легкую вайда в мид до эмбера я думаю не бара это вот смотри что творит этот соло войд с дэнди ну единичка армора то есть войд его очень больно пробивает и учитывая то что с первого удара проходит баш и как бы сразу намекает хао как здесь будет выглядеть эта игра да и учитывая то что дэмэдж у хао почти на пятнарик выше то вот здесь сможет очень много крипов забирать пока у дэнди кода учита в лесу банана и вообще саппорт и ньюби сейчас начинает устраивать экшен потому что шаду шаман забрал всю экспу энигмы который у нас старалась взять на эпопеи тут будет ой как тяжело да и при этом агрессивная связка саппортов эншент аппарат шаду шаман еще при этом ну прибавим сюда хиао 8 и разор будет убирать нави пушит линию у нави нет варда и это огромная проблема но им сейчас могут спину зайти это будет огромная проблема для куроки забегает уже в спину ньюби если бы зашли сюда это был бы фраг но они обходят дальше хвост 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 должен ли прочувствовать да хвост прочувствовал отходит есть майки от куроки что здесь нас обходят и нави на первый раз минимум отходят так вас тут придется терпеть вот куроки находит саншенга не видит он его не видит вот сейчас видит начинает бить бэтрайдер здесь ну и саншенг тут с куроки попытается подраться может умереть прямо сейчас надо быть очень осторожны на куроне рискнул давать стан но теперь нижняя линия полностью выиграна у нас стоит 2 агильщика они не могут запулить им очень тяжело ромить и они не могут мах варя возил от вообще ничего даже откинутых крипов издалека и в итоге хиао 8 чувствует себя здесь просто прекрасно так все отсюда должен выносить все что надо куроки и куроки и хватать время хосту вот это вот очень хорошо что несмотря на то что нет вижу на все таки куроки человек это хасту и смотри в мид сразу отправляется на хао и ты что хао хао какой наглый ну вот куроки не стал давать стан в любом случае взял тройлевел и уйдет отсюда ну на топе надо глянуть как там у фаника дела у фаника против му тоже дела довольно невесело как бы а фаника в ванчер смешному там с руки и так особо не бьет то есть даже непонятно может надо фанику это лишь качать вообще надо вообще надо понятное дело против войда в будущем против тимбера это хорошая штучка в мид 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 ганг проблемы у дэнди огромный дэнди если не успеет дэнди 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 прячется в нужную сторону включает щит сейчас будет сетка вот на сетка и дэнди пытается спрятаться и дэнди все-таки успевает спрятаться как же сейчас повезло дэндимону ну или не повезло или просто он или просто скилл хорошо он просто за танковал и саграл трех саппортов сюда ушел если бы он бежал про прямо я думаю были бы у него траблы в итоге мы видим чилинг тачит саншенга не помог войду и россия пошли дальше и пошли дальше саппорты смотри они вообще не останавливается но сейчас их увидят сейчас видит фаник что саншенг уже на топе видит банану вот пошли маяки от куроки что к тебе пошли снизу сразу должен свободнее себя чувствовать у нас хвост на разоре фаник тоже поспокойнее но в виде дэнди ха уже начинает гонять 16 2 против 9 4 и тут у хау начинаются траблы кое-какие вот начало игры ровные принципе не скажешь что у кого-то есть преимущество от более менее хорошо стоят и одна вторая команда линии очень много бегают саппорты команды ньюби но в то же время за то время что они побегали у них первый левел у товарища саншенга и точно такой же 1 2 жизни за телевел у бананы то есть они в принципе здесь ничего не сделали крем как и нигма у нас как ни крути четвертого уже на фармила имеет soul ring ну и винга имеет тоже третий левел так что ну не скажу я что саппорты выиграли начало игры мягко говоря саппорты на и выиграли начало игры потому что преимущество уже у них легкой 1000 голды и тысячи икс на хаус иллюзиями кроки может выбежать если будут иллюзии танковать вот иллюзии выбегать надо чтобы они танковали и тут же с банана получается банана как же не вовремя он пришел проблема могут быть у куроки куроки пытается спрятаться банана сейчас достанет до него сеточка или не достанет а пока кисть у курок да покисть у курок и он его спасает опасная начало игры на и просто за 4 срывается у нас я о 8 на хвостах хвост у нас имеет 2 стака сейчас пойдет третий стак не туман и у хиа 8 то есть хвост у нас может вполне уйти но не хватает я 8 соло забирает хвоста вот вами самый непредвиденный скажем так момент вся ойт на бэтрайдере выносит на 6 минуте даггер 1800 и теперь у нави будет просто невероятные проблемы по всем линиям улич учитывая наличие этого даггера так ньюби однозначно выиграли нижнюю линию они дали огромное количество фарма своему бэтрайдеру который к тому же делает форсблат у хвоста 13 на 6 всего на всего мид дэнди не выиграл ну и не проиграл 27 на 5 дэнди у вайда 21 на 4 в принципе ровненько ну и на топе фаник 20 на 1 ну такой тоже не проиграл 6 левел сейчас будет у фаника 0-1 нави начали фанику сейчас сверху очень тяжело он взял 6 левел у него нет маны ему чуть-чуть не хватает даркон тапок буквально 200 голды вот он хочет их получить на вот этот вот перетянувшийся аппарат то он полностью контролирует ситуацию в итоге вот сейчас нужно ждать и молиться что придут крипы и ни в коем случае нельзя дать запулить не убил эту нычку иначе все крипы уйдут еще туда и будет очень печально все но фаник думаю будет контролить него сейчас есть мана только на один энчер смеш и 3 3 стика имеется но и саншенко уже пытается что-то делать уже видно что сюда подходит вот он 6 левел у фаника и с рэвэдж нет маны даггеру бэтрайдером даггеру бэтрайдера 6 минут 16 секунд со сложный даггер выносит бэтрайдер директора 8 очень много давал поводов разговаривать про себя в негативных тонах прошлых три дня но сегодня директор 8 неплохо войду на сверху войду на сверху аппарат кипов раз те самых крипов в итоге фаник у нас чирят терять ой-ой-ой дэнди 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 в миде хау гоняет ухау нету сейчас прыжка дэнди пытается убить хау и ну как же везет хау и дэнди умирает ухау срабатывает бэктрек ну это войт ребята это войт хау делает фраги выигрывает линию дэнди вот сейчас можно сказать то смело твой с которым лучше не хоть и не шутите подходит нас я 8 центра хватает пупея пупея на 6 левел да ты телепортируется у нас тимбер соло и гонится за пупеем пупея нужно вот и так вот так вот начинает нави 3-0 пользу ньюби и пока мы видим что это полностью переигрывают на веи снизу умирал хвост миде дэнди пришел пупей который фармил в лесах зачем-то зашел на хайграунд под тавер сразу же умер пупею которого казачистый левел у которого там есть уже баклер есть тапок сволд ринг то есть более-менее и в итоге дэнди на топе дэнди на топе врывается на саншенко тут же хау надо удавать есть хорошо минус саншенко хау едва живой будет ли купол вот он купол хау должен убегать хау должен убегать да хау убегает отсюда и первый фраг нави через рэвидж если бы убили хау конечно было бы круче ой-ой бэтрайдер бэтрайдер видят его минус армор от куроки ну и бэтрайдера тут не поймать надо наверное уходить на и потому что четыре героя не уби бэтрайдер получает еще гаш там гаш качал в плане куда они идут а что это такое это война за крипов битва за крипов которые выиграли у нас не уби и на и пожадничали два стака крипов но не забрали они же видели там четырех героев куда они пошли вы гуляли что что же как 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 не поделегонится у нас дэнди забирает банану пытается еще догнать ему может быть нету маны у дэнди дэнди ну конечно очень хочет дэнди отпевается сейчас есть два стика не скоро у него будет ну-хау и xiaway здесь скорее всего уйдут никто дэндику не поможет есть не разве что один реминант ну и вряд ли получится дэнди что-либо сделать еще лассо у xiaway то откуда не у вас и будет мана дэнди еще может умереть дэнди и начинает его тут избивать дэнди связывает двоих ну дэнди конечно отсюда уйдет а есть тут помощь есть помощь есть помощь уже вот он тайт хантер тайт хантер за xiaway там есть рчурсмэш есть фраг отлично вот теперь жадностью на жадность отвечает ньюби пошла такая игра до без до эмберспирит он такой герой что с ним лучше не шутить потому что он умеет прыгать он умеет бегать и в итоге пока что у нас эмберспирит он полностью окупается в этой игре несмотря на то что у нас дэнди сока фиданул в миде отрывается на центр хотят пропушить отличный пуш у нас забирает ну ну у нас получается очень больному black hole и до свидания жаль конечно что не зашел саншанг в этот black hole было бы два фрага к уроки замерз прыгать войт купола нету кура надо спасать анчерсмэш нету дэмджа у хао но у саппортов дэмэдж есть уроки отдается дает стан по хао гаш и хао можно забирать у него нету таймвока хао юзайд стики хао и 2 живой битрайдер прыгать не убивает никого хекс здесь же пупей встреет у фаника нету рэвейджа паник пытается драться до конца паник в итоге здесь горит и директор 8 сжигает фаника это минус 3 в миде в размен на ничто вырывается у нас дэнди но сразу дэнди должен убивать шэнга что неужели тут вся надежда на дэнди но самое главное в этом все моменте что мы забыли дим мы забыли tower мы забыли про сашку хвоста да сашка хвост все это время фармит он вышел на топ-1 он был на перед началом вот этих всех замес он был на на шестом месте по фарму он уже первый и нави ведут 3000 под деньгами 1000 по xp то есть все эти размены в пользу нави как ни крути потому что у айда толком ничего нету у битрайдера есть да да хорошо начинает выпаковываться timbers с которым будут у нави проблемы но у дэнди дела вообще прелесно у дэнди барабаны у дэнди есть реген в банке и сейчас очень хотят подраться сейчас будет 5 на 5 5 на 5 у тайда есть рэвидж там нету все еще лассо будет через 26 секунд очень хотят нави подраться не знаю считает ли они тайминге на лассо вы ну вы там считали тайминге на лассо редко не очень редко считаем но на black hole обычно считается на рэвидж да да более-менее хоть как-то ну что врывается хау на хвоста будет ли свап свапа нету хвост если выживет хвост вот должен выжить как-то хвост должен юзнуть хотя бы ультимейт пупей нет лакола фаник дал рэвидж ну и тут минус хвост минус куроки на банану фанник пытается идти до конца ну и как-то вот как-то кисновато мали в команде на ни в коем случае не помогать панику иначе сейчас может закончиться в вообще полный убегать дэнди дэнди надо убегать на грешу подраться дэнди решил подраться ему проблемы можно забирать в день имеется еще регену потому как вы это деньги забирая деньги гонится у нас купе за 8 гонится за шашингом но аккуратно приходит к уроке к уроке нужно гнать халка у нас уходы дэнди дэнди выкупился будет пытаться убить хао Хаут, паут. Дэнди таких не отпускает. Даблкил Дэнди. Даблкил Дэнди. Причём байбэк у него был, но он всё равно сделал даблкил. 5-2-1. Ну и драка закончилась у нас. Минус Дэнди, минус Тайд. Четыре человека умерло у Нави, три человека умерли у Ньюби и Дэнди сделал байбэк. Ну из плюсов есть ещё Тауэр. Тауэр наши забрали. Да, и забрали Тауэр ты, Нави. Погиб хвост. Очень плохо, что погиб хвост. Не хватает пока живучести Саньку. Надо, надо где-то добирать, но вот по деньгам Нави опять впереди. По ХП чуть-чуть упали во время драки, но опять-таки сразу же после байбэка Дэнди. Восстановили силы, но вот Дэнди потратил много денег на байбэк. Это плохо. Нашим надо идти сейчас дальше прессовать. Сейчас такая стадия, что ни в коем случае нельзя играть с Ньюби сплитпуш. Пока у нас Shadow Shaman не 6-й лвел, нужно нападать на очередные ТВР. О, действительно, там нету ещё варды. Уже есть варды. То есть пока только Shadow Shaman берёт 6-й лвел, все ТВР стоят. Основной плюс в том, что вот эти ТВРа дают большое количество золота. И Ньюби не способны сражаться. Поэтому сейчас нужно ставить агрессивные варды и просто забегать в вражеский лес. Вот Дэнди это понимает. Ой, Дэнди видит сейчас Му. Бегает между тир-1 и тир-2. Он увидел Му. Палит всю контору. Му у нас заходит под Тауэр. Они не знают, что там Shadow Shaman. А вот они знают, что здесь Саншэнк. И надо его очень быстро сбрить. Саншэнка Дэнди связывает, начинает сместить. Саншэнк пытается что-то сделать, он ультует. И здесь же все Уэй. Дэнди поймали. Пупей далековато. У Фанника нету ревейджа Дэнди. Ай-яй-яй-яй-яй. Дэнди и Фанник здесь погибают. Ну хотя нет, Фанник еще жив. Блэкхолл. Нету у Пупеев. Точнее нету маны на Блэкхолл. Вот они барабанят хвата. Нави идут драться без Дэнди. Блэкхола по-прежнему нету у Пупеев. Но что дайте ему кто-то маны. Я не знаю. Контапки есть у кого-то? Вот дал маны. Так, ну и очень печальный размен. Просто нереально печальный. Дэнди мог бы подождать, хотя бы пока подойдет eyeу и дозстан, что бы не успел раскистоваться Э-э-э-э. Но тавэр на топе Нави должны забрать. Да. Ну что дальше? Продолжать? Идти на Тир 2 Тауэр, идти до конца, потому что Ньюби сейчас ни в коем случае нельзя дать расслабляться Пока у нас Войт имеет только одно ПТ и Глобов Хейст, он вообще никто в этой игре Физ дэмэджа мало, если ты его будешь прессовать и он будет каждую драку умирать, то потом уже в общем-то Ньюби будет просто играть без кэри И всякие герои а-ля Бэтрайдер, тимбер они будут не способны нанести дэмэдж тому же Хвосту и прочая компания Трайдер прыгнул, погорел, свап есть уже у Винги Сейчас будет проще, Фаник пытается танковать, Фаника 9 левел Три Кракеншелл, Дэнди в миде пока И прыгает Бэтрайдер на Куроки, цепляет как раз-таки того, кто может спасти оперейшн, они заультует, Куроки умер Хвост, Хвост пытается идти в драку, ну и Тайдхантер будет ли ультовать, Тайдхантер пытается цепануть Ксиоуэйта, Хвост дальше не пойдет Потеряли Куроки и все Нужно убегать, потому что сейчас могут на развороте у нас Ну есть Блэкхолл и есть Рэвич, так что можно постараться на развороте подраться, но вот не хотят Ньюби Дэнди нужен фарм У Дэнди пока все более-менее, у Дэнди и Хвост они у нас одеваются И такой пик, что если у нас Дэнди и Хвост купят в один момент себе БКБ, ну Дэнди она не нужна, но Хвосту будет необходимо То реально Хвост может убивать 1 в 5 всю команду Ньюби, потому что его будет просто нечем убивать Ну как бы на него будет ставиться, там купол ты поставишь, не поставишь, там лосо ты возьмешь, не возьмешь, все равно он будет бить там ультой и так далее Войт у нас пока он бегает, вот он 15 минут, у него ПТ и глава Хвост, он хочет... Вот сейчас просто степошился вниз, зафармил просто 12 вардов Это фишечка не убит, то есть не любит так делать Тыкнул, убежал, ну Ликвид, кстати, дарить варды, да, разменив... Ну Эксекси тоже приблизительно так иногда, отыгрывает Дарить варды противнику, у нас выход на низ, то есть сейчас все линии расплетены, и Саша нужно быть очень осторожным, да, Санёк у нас осторожен, уходит, ну попушил, попушил... Нормально же, уходил, попал... Блэйхолл, 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 убей по твоим хороших хвост, все-таки умирает банану, надо убивать Саншэнга тоже отличная, здесь игра с нами, да убейте же вы их! На Саншэнга забили, просто Саншэнг еще пытается уйти отсюда, да, Саншэнг погибает 2 в 1, и здесь Бэтрайдер тоже погибает 3 в 1 на одного хвоста, вот, вот, вот... А если бы, ну может быть это байт была, Саша? Саша отработал, да. Саша-то гений, а? Все отрабатывает у нас по стандартной схеме. Хе-хе-хе. С Сантифитиш мы играем, Войт покупает Мидас. Все, сейчас Нави должны просто нон-стоп давить. Пока у Войта Мидас, Войт не представляет абсолютно никакой опасности, кроме своего купола. Если сейчас остановиться, если сейчас перестать забирать товара, то... Минутик 45, мы знаем как играет Ньюби. Ньюби просто в определенный момент они остановятся, и у них будет 2 героя фармить. И все. Они не пойдут нападать. Они только что напали, все решать, все хватит, ребят. Ну я могу сказать то, что у Ньюби огромные проблемы вообще с летгеймом. У них единственный кэрри, у них один Войт, который способен носить дэмэдж, а у Нави Эмбер Спирит и Разор. И еще Винджи Фул Спирит, который спасет этого Разора. То есть фактически Войт, он, ну, не представляет такой сильной опасности. Ну то есть ты считаешь, что Нави не стоит сейчас торопиться, или все равно стоит напрягать? Сейчас лучше всего просто пойти в пятером и, ну, заставлять драться, да. Пока есть ревейджи, пока там нету ничего, пусть умирает люди. То есть у Нави на самом деле как сильный задел как в начале игры, так и в середине, так и в конце. Отличный пик. Да, потому что у Ньюби есть и Тимбер Со, который вот защищает Ньюби на ранней стадии, но потом будет очень тяжело что-то сделать. В спину на Хао заходят, но из чего надо начинать, чтобы Хао не успел отсюда уйти? С Винги, конечно же. Может прыгнуть Дэнди и связать ее. Ну вот Хао прочувствовал опасность, уходит отсюда. Хвост мы видим, тоже пришел в мид. Хвост сейчас спалится, что он в смолке специальная и... Вот он Хвост, показал, что я здесь. Идти дальше на Тауэр и выигрывать время. Пока у нас в Ньюби хотят заспидпушить снизу, то Нави идут по центру. Ну, в общем-то, у Нави есть три агильщика, все это по Тауэре Венжи Фол Спирит и Энигмы, поэтому Тауэр пойдет очень быстро. Так-так-так, есть ТП, есть ТП, будет драка. Вот смотри, Ксяоэй тоже хочет прыгать. Му прилетел. Паника есть ревейдж, до Блэк Холла 70 секунд. Ревейдж пока... Второго уже уровня ревейдж, кстати, второго уровня. Стянули, стянули у нас Нави, кстати, посмотри, кинули за Мануху, вот. Ловушка для команды. Ну, птица забрала, забрала птица ее. Носит отсюда. Нет, драки не будет. Передумали Нави, стояли они в позиции, заставили они стянуться. Но вот сейчас Т1 Тауэр снизу, будет ли? Нет. Ну, не будут они его депить, там мало ХП у вышки. Поэтому отдадут они на халяву сейчас вышку китайцам. Вообще, самое разумное было, это когда Нави вот реально давили в центр, заставили стянуться Тимберсовы. Можно было заставить стянуться всю остальную команду Ньюби, потому что в итоге у нас Ньюби забирает Тауэр. Нави толком, ну, только разве что фармят вражеский лес и все, и Ньюби идут дальше, собирая лес Нави. То есть Ньюби делают то, что должны, в принципе, делать Нави сейчас. У Ньюби самые вообще непредсказуемые варды, наверное, во всем мире. Посмотри, где стоит вард Ньюби. Это вард, который просто палит свой лес, чтобы убегать. То есть Ньюби у нас ориентированы только на одно. Это додж, додж любой атаки Нави. Их будут сплитать. Поэтому Нави вот, ну, когда нужно либо срочно покупать гем, чтобы разбить это все к чертям, либо просто идти пушить. Потому что... Ну и Пупея сейчас поймает в лесу за счет как раз таки этого варда. Бэтрайзер, да, Бэтрайзер он ловит. Причем ловит он очень четко. Му промахивается пилой. Пупея дает стан. Но с Муу гонит дальше Пупея. Пупея сейчас байтит хорошо на себя. Пупея на развороте понимает Муу, что здесь уже Пупея не один. Пытается отсюда уходить. И так оно и есть. Все. И стянули опять ребята из Ньюби Нави. И сами ушли. Ну Нави, наверное, должно это надоесть. Они должны просто пойти за Т2 тавером, у которого 700 хп осталось. Сейчас вообще идеальная ситуация. Вся Ньюби находится на своей плане карты. Нави могут бить как вверх. Ньюби не ДД. Единственное, Саша находится в очень опасной позиции. Потому что бутрайдер может его вытянуть. Нави бы вард сюда. Потому что, ну, когда бьешь центральный тавер, этот бутрайдер он обычно убрал. Бутрайдер полетел. Он будет прыгать на Куроки. Цепанул Куроки. Куроки уже погиб. Фактически купол защ... Как хорошо ставит Хао купол. Как классно Хао ставит купол-то, а? Это очень жесткий купол. Вот это вот было очень круто. Но нет ультов. Нету трех ультов у команды Ньюби. На самом деле без Венеджибл Спирит можно давить у Саши. Собирать нагло пупей у нас. Пайп уже? Да. О, там работает пупей. Мека-пайп. Кстати, с даггером. Так что, в принципе, можно ожидать врыва. Там нету пока ни одного БКБ. И в ближайшее время не планируется. Но, правда, начал собирать уже воид. Начал собирать уже бутрайдер. Так что, желательно вот как бы сейчас, да, продолжать действительно на Т2 тавер пойти на топе. Желательно продолжать давить, давить, давить. Так как только будет возможность попытаться убить. Чтобы оттянуть эти БКБшки. Но пока по деньгам у Ньюби все отлично. Пять с половиной тысяч, две с половиной тысячи голды они ведут. Вот после этих двух таверов немножко еще график, конечно, прыгнет в сторону команды Na'Vi. И вот на топе надо сделать драку. Потому что уже здесь Куро. Ну, правда, тут видят все. Вот этот вард, а? Нету купола, нету купола. И нету также у нас Ласоши. 10 секунд. И Na'Vi могут просто разорвать пукан команду Ньюби. Потому что им драться просто нечем. Ну, Ньюби их сейчас видят. Мы видим, еще будут видеть 20 секунд. Опять-таки, за счет этого невероятного варда. Нужно аккуратно стоять в Куроке. Куроку стоять сейчас в такой позиции, что опять Бэтрайдер может выйти. Куроке должен стоять только со спины и просто высвапывать. Все. Так, Бэтрайдер стопнул хвоста. Будет ли свап? Вот он свап. Отлично. Тайдхартер ультанул. Сяо Эйд уже погибает. Сяо уже погиб. Му, проблемы огромные. Му связали. Му убьют и без Дэнди. Дэнди пытается догнать Банану. И остальных минус два уже сделали. Дэнди прыгает. Связывает трех героя, точнее двух. Браво. Вот. Просто Браво. По очереди. Причем, насколько классно все делали. Куроке высвапивает. Фаник ультует в троих. Дэнди бросается за тремя героями. Хвост убивает одного, Дэнди второго, Фаник третьего. Просто супер. Пупея Блэкхолл не сложает ничего и дал единственного героя. Красавчик! Единственного героя, которого поймать невозможно после стана. Т3 Тауэр падает. Бараки тоже должны упасть. Дэнди тоже должны упасть. Есть байбеки у Вайдана, но не будет у них понятное дело делать. Отдает команда Ньюби в верхнюю линию сейчас. Есть телепорт. Ну, Нави тут должны, наверное, уходить. Все-таки, потому что нету ничего. Дэнди. Дэнди проблемы могут у него быть. Есть сетка. Есть пайп. Спасает Дэнди. Свап от Куру. Отличный хвост. Хвост хочет драться дальше. Пошла атака. Пупей. Пупей бросил. Здесь очень хороший миднайт пульс. Отгоняет Нави. Сейчас китайцы возьмут. Купол по пятерым. Купол. Отличный от Хао. Ульта парейшна по троим. Ну, и Нави тут плотно фиданут. Минус один уже есть. Сейчас будет минус два. Да, Дэнди тоже погибает. Пупей тоже погибает. Это минус три. Есть байбек от Дэнди. Дэнди возвращается в драку. И продолжает Дэнди нарезать бананы. Погибает Хао. Из-за живой Дэнди будет его заступить. Но баш проходит на Дэнди. Дэнди распрыгивается. По-прежнему он живой. Дэнди заморозился. Му. Му режет одного Дэндимона. Дэнди тоже погибает. Уже второй раз. Там байбек сделал. Ксяо Уэйд. Сашка хвост. Все это время делает очень сильное бобо в команде. Ньюби. Нави фидонит. Нави умирает вчетвером. Нави убивает еще двоих. И все-таки доносят они верхнюю линию. Хвосту надо отсюда уходить. Но что Ксяо Уэйд может не отпустить. Вот. Сцепился. Хвост. Сейчас будет много задерживого хвоста. Но он может сгореть. Да. Ошибка от Нави. То, что они остались. Ну, заигрались. Цена бараков на Санго достойна. Вообще да. Ну, байбек Дэнди. Это плохо. Потому что у Дэнди было бы уже Battle Fury. В итоге Дэнди выкупился. Он прилетел. Да, он убил Саншэнга. Но это не столь важно. Один на Нетворс. Фантастика. Топ-4 Нетворса. Это игроки команды Нави. Топ-1 Нетворса. Топ-1 Нетворса. Топ-1 Нетворса. Ну, Пупей пока отыгрывает просто блеск. У нее скоро будет БКБ. 4-3-6. Мека. Пайп. Как же все рано у нее появилось. БКБ понемножку вырисовывается у хвоста. БКБ есть уже. Скоро будет второй раз прожимать. Здесь до БКБ очень далеко Бэтрайдеру. Ой, недалеко, кстати. Фейслес войду до БКБ. Здесь не планируется пока абсолютно ничего. Но скоро, может быть, появится Бладстоун. И пошла дальше игра. Не останавливается у нас экшен сегодня в матче. Только вчера я жаловался, что мало экшена в некоторых играх. Как по стариночке Нави надо идти дальше. На коем случае не стоять. То есть, причем у нас... 25 секунд Блэкхола. Причем первое... Ну, первое пункт значения у нас это Рошан. Да, у нас Ньюби сделали подарок. В итоге можно забрать все ворды. Ну, а с этим еще и одного Рошана. Или просто ворваться в команду Ньюби. Потому что... Ну, вот они сейчас не хотят, потому что у Ньюби есть купол. А у них нету Блэкхола. А Блэкхол будет через 9. 8. 7. Самое четкое зайти по центру. Пока у нас Ньюби стоят что-то там на Рошане. Ты идешь по центру. Вся команда Ньюби пересек... Ну, убегает. Ты можешь отойти, поставить ворды. И потом уже Ньюби вряд ли придут на Рошана. Потому что стать хантером на такой стадии игры шутки плохи. Это что делает Na'Vi? Они просто наглым образом под вордами делают смоук. Хвост. Видит Хао. Хвост. Увидел абсолютно всех. Хвост просто идет. Хвост просто идет в Хао. Заставляет того сейчас делать тайм-вок. И у Хао сейчас 70 дэмэджа. Хвост говорит, окей, ребят. Я пойду туда бить middle. И вот сегодня я не хочу, конечно, сейчас что-то сказать там паршивое. Но мне нравится, как играет команда Na'Vi. Ну и параллельно мне не нравится, как играет команда Empire. Которая проигрывает у Мипа. Да, злым. И Аксом. С пиком. Да. Ну, если они програют у Мипа команда Arrow, ну тогда смыслится на какие-то переигровки. Тогда здесь заслуженные. 15 место империи полагается. На'Vi сделали то, что и требовалось. Тянули все команду Ньюби. Убрали ее с позиции. Тут у нас Дэнди оставил люди на всякий случай, чтобы нападать. Еще бы пару вардов, чтобы, ну, видеть, как у нас ее в Хао и компании. В итоге у нас байтит. Байтит Na'Vi своими идолонами. Команда Ньюби вообще все видит. У них тут все заворожено в вардах. И пока что у нас, ну, немного времени играть на Na'Vi. Пока вес сверху крипы, они бьют базу. Хвост хочет, чтобы цепанул его к Сяоэ. А Хяо 8 в позиции. Куроку в это... Далеко Куро. Очень далеко Куро. Очень далеко Куро. Очень далеко Куро. Яо Осин думает вообще в кого прыгает либо в Дэнди, либо в Хвоста. И пока он выброс восстанавливать. Куроки стоят шикарно. Стоит очень далеко, что... Ну, Бэтайдор прыгает до него нереально. Потратил Firefly, бьют базу. И теперь можно со спокойной душой снова байтить на Рошана. Потому что... Да, Na'Vi сейчас позиционно, конечно, переигрывает полностью команду Ньюби. Мы должны не продолжать это делать. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Прекрасно понимает. Это команда Na'Vi. У Розора тем временем через 800 голды появится Аганим. Гем покупает. Пупей надоело. Надоело клевету. Да, вот Пупей делает самое четкое то, что начинает он сбивать варды. Понимает то, что в общем-то их все это время видели. И когда у Розора появится Аганим, то Войт у нас умрет просто от ульты. Войт прыгнет в БКБ, Сашка даст хвост и все. Войт у нас умрет. То есть сейчас самый опасный таргет, опасная фигура в команде Na'Vi это Розор, которого нужно убивать всей силой. Ну как же ты его убьешь-то? У Войт у Розор у нас 1800 хп и даже если Ньюби скинут все. Ну и с Аганима будет еще больше. Да, Саша у нас выживет. Ньюби такую приобретают вообще, значит такие окопы роют в районе этого секрет-шопа. Готовят себе плацдарм на драке для того, чтобы можно... Все сломали тут просто. План четкий есть у Ньюби, но этот план стоять и ждать пока на них нападут Na'Vi. Что ждут Na'Vi? Может действительно ждут Аганима у Розора? Я думаю, что Na'Vi просто пойдет пушить с Ньюжи Тауров. То есть только как бы он стоит, да, он стоит вот эти вот мансы, они продолжаются. А можно заняться более простым делом, который приносит тебе деньги все это время. Энди Баттл Фури. Очень долго, да больно сейчас у нас будет бит Энди Мон. Да, да. В Блэк Холл какой-то, вы понимаете. Да, рефрешек, кстати, скоро будет рефрешер вообще у Фанника нормально. Ну вот Фанник, да, Фанник 800 голды, 600 голды осталось. Фанник, конечно, работает просто отлично. Ну вообще, пока претензий к команде Na'Vi в этом матче особо у меня нету. Поначалу были ошибки, жадничали на топе. Мы помним, там происходила немножко какая ересь. Но пока у нас просто Na'Vi катает Ньюби без шансов. Ньюби стягиваются. Ну, Ньюби не фармят уже минут я не знаю сколько. Ну хотя вот ты видишь, что с 20 минуты графика у нас не меняется. Просто надо идти, да. Потому что Na'Vi есть огромное преимущество. У тебя, в общем-то, есть всё. Тебе просто нужно идти и убивать. У тебя уже есть почти все ключевые айтемы, которые ты... Я там смотрю, Титаны играют с Фнатиками. Для Фнатика это решающий матч. Там Фнатики просто 16-3 летят. Вот нервы, нервы. У Импайр тоже решающий матч, тоже у них дела идут нехорошо. Выход Ньюби. Выход Ньюби. Видит хвоста. Хвост успеет ли БКБ? Хвост не успевает БКБ. Хвост не успевает ультимейт. А мой ультимейт отдай, да по всем Дэнди. Начинает вырезать. Минус один, минус два. Му тоже огромные траблы. Живы Na'Vi полным составом. Му едва живой. Хвост тут просто дамажит уже. Вот 400. Заденяет, конечно, себя Му. Войт пытается уйти от Дэнди. Минус четыре. Без шансов. Просто без шансов. Тут Фанник просто прей. На хвоста поставили купол, начинали его бить. И Фанник ультанул в четверых. Просто не оставив никаких. Либо вариантов. Я бы еще прей на Сашу, в какую позицию он забайтил на себя. Да, далеко от линии. 104 героя, он стал специально здесь. То есть, если ты хочешь пойти напасть, то вы заходите в эту узкую точку. И просто Фанник. Да, просто Фанник решает все вопросы. Ну, при этом, при этом. Блэк Холл там кого вкастовал? Никого? По-моему. Я ж не видел, кого там Пупей вкастовал за Блэк Холл. Я тоже не видел, кого он вкастовал. Рывается Хяо-8. Куроку нападает. Идет у нас Дэнди Мон. Гоин за Хяо-8. Хяо-8 улетает в лампы. В лампы к Фаннику. Куроки? Нет. Куроки нас отпускают. И Дэнди Мон просто в соло играется с двумя героями. Сродо ушли отсюда Нави. Не продолжает драться. Сейчас Пупей побежал. Проблема у Ксяо. Ксяо погиб. Дэнди распрыгнулась по банане Сан Шэнгу. Эти тоже погибли. Ну и вот отгоняют Нави сейчас врага. У Фаника опять-таки есть рэвэйдж. Теперь он у него будет практически постоянно. Снизу можно убить Му. Ну Му не так, кстати, легко поймать. То есть. Куроки с блинками просто начинает перемещаться. Ну Куроки еще и блин. Понимаешь? Сейчас вообще цепануть кого-либо из Нави невозможно физически. Потому что у Куроки есть блин. Он вытаскивает вон, вытащит людей откуда бы это ни было. А вот ультопарейшн летит куда-то очень далеко. Покуда из одного Пупея. Вот отбежал. Ну и стоит еще также отметить, что Нави играет немножко не свойственно для себя. Они не супер агрессивничают. Они вот так вот перебрали самые лучшие, наверное, из результативной доты китайских команд. Они стоят и ждут. Они по чуть-чуть, понемногу. Подходят к таврам, забирают. И вот забрали в вышку. Там в бочину их пытается обойти Войт. Окей, фортификейшн. Можно вернуться к Рошану. Куру здесь, Пупей тоже здесь. Пупея немного ему осталось до БКБ. Уже 1000 голды после БКБ и после Аганима. Дэнди не фармит. И Хау не фармит. За 30 минут у Хау один мид раз БКБ. Вообще вся команда Ньюби, она слишком бедная. Пайр таки отыгрались в матче против Эрроу и там начинает их переворачивать. Да, у нас если взглянуть на пик Ньюби, то в общем-то героя не знает демо, но этих эдемов у них просто нет. Он срывает на Хау. Хау очень больно. Хау просто умирает на равном месте. Вот он блинг свап от Куруа и просто в секунде сбривает Хау под четвертым минус армором от Куроки. Там мы понимаем, что Войт, у которого есть БКБ, оказывается. Сработало. Забирает Рошану. Для Ньюби, ну последнее что осталось для Ньюби, это просто идти рисковать под смоками. Потому что если они будут ждать дальше, то надо их просто перефармить. То есть мы увидим уже этот в Нетворс. Четыре героя вы четыре раз у нас перефармли. Врывается Дэнди, гонится за Саншенгом. Просто стреляет рейнджей Саншенга ловит убилая. И Саншенг рискнул, да, рискнул, но он был один. То есть здесь нужна команда Ньюби. Ну а Наре осталось просто дальше идти и заканчивать все эти движения Пепси. Так сказать, давно нету топа, а вы в курсе у команды Ньюби. Ну и да, надо по чуть-чуть, по чуть-чуть просто забирать все товара и действительно заканчивать эту игру. Здесь уже складывается впечатление, что Ньюби вряд ли что-либо скажет. Паник с Хвостом сейчас могут воевать 2 на 5. Ревэйдж, ну прокаст еще один ревэйдж. Саша по своим ультимейтам просто уничтожит всю команду Ньюби. То есть сейчас только, не знаю, один бог или только айс-рок может помочь команде Ньюби, чтобы как-то перевернуть эту драку. Потому что... Методично... Методично идут на вид дальше. Ну, своего рода шахматы. Не торопишься и расцеливаешь. Да-да-да. О, зашел, что-то бить. Ультимейт аппарата вообще мимо, да, начинает он бить тауэр и Ньюби надо врываться. Ньюби надо врываться, причем Ньюби надо врываться не в лоб, а в спину, потому что единственный шанс, который у них есть, это сбрить куроку. Только куроку делает очень много. Вроде бы Венжер Фул Спирит, да, но просто сколько кпд. Минус армор, паура и в итоге-то там больше 50% демм уже на всю команду. Так натер, ультанул, поймали Му. Му и два живой тут купол на Пупея. Пупея пытается бить демм, тупо не хватает. Пупея даже половину хп не сбивает. Хао. Килинг Спири паник. Бана на спину хвоста хвост теряет Аэгги с тем временем. Но тут уже доминейтинг паник и гг. ВП. И Блэк Холл. Блэк Холл в трех своих делает Пупея в итоге. Нави выигрывает эту игру. Нави делает 8-6 стат. И Нави продолжает бороться за топ-3, топ-4. Для того, чтобы попасть сразу в последний раунд плей-оффа. У них осталась одна игра против Альянс. Игра, которая для Альянс будет значить все. А для Нави, в принципе, немного. Единственное, что...